Всем привет, с вами Паштет. А это значит то, что в эфире новый вечерний пуш-ап. В этой передаче мы с вами комментируем новости Пушкина и Пушкинского округа, смеемся, потешаемся и доводим их до абсурда. Потребуется, как обычно, отключить свои мозги, взяться за стул, присесть желательно, и мы можем начинать. А начнем с новостей спорта, потому что юные пловцы из Пушкина заняли 11 призовых мест на открытом первенстве Пушкинского округа. Эх, вот сейчас бы навернуть юного пушкинского пловца, еще и призового, так бы я сказал, если бы любил плов. Можно было бы сказать, что из-за частых дождей юные пушкинские пловцы чувствуют себя, как рыба в ладе. К счастью, мы не в питерском Пушкине, а в подмосковном Пушкино. Кстати, некоторым не пушкинским редакциям, которые иногда упоминают о нашем городе, на заметку. А юные пловцы молодцы, горжусь. Хотел бы и я вот занять какое-нибудь призовое место в первенстве, почувствовать, знаете, этот вкус победы. Жителям Пушкинского округа предложили поучаствовать в онлайн-конкурсе новогодних костюмов. Если бы я в детстве подошел к своему бате и сказал то, что мне нужен новогодний костюм на конкурс, он бы, скорее всего, сказал что-то вроде этого. Не знаю вроде чего, у меня не было бати, поэтому я не знаю. Все могут с новогодними костюмами, а ты попробуй без. К сожалению, лично Дед Мороз оценивать новогодние костюмы не сможет по всем нам взрослым людям известной причине. Но, к счастью, его на этом месте заменит другой Дед. Он, правда, немножко плохо видит, но ничего, так будет даже интересней. А если нарисованные на компьютере костюмы тоже участвуют, то и я тоже участвую. Следующая новость будет интереснее послушать нашим юным зрителям, потому что школьников Кушнинского округа пригласили принять участие в онлайн-олимпиаде на знания ПДД. Насколько я знаю, школьников не надо звать в онлайн, потому что они там и так всегда. Кирилл, я не поняла, что такое? Надо единственное как-нибудь придумать что-нибудь с олимпиадой, может быть, что-то более современное. Ну, может быть, назвать это челлендж на знания ПДД. Жалко, я уже давно не школьник, а так бы я тоже смог поучаствовать и, наконец-то, всем доказать, что я знаю, что на зеленый нужно переходить, а красный и желтый – это дрожжей Мон Дэмс. Красный, думаешь, они нас найдут? Никогда! А сейчас, дорогие друзья, если у вас есть питомцы или ваши маленькие друзья, как я называю питомцев, то эта новость специально для вас, потому что Дом культуры Ашукина объявил о начале ежегодного фотоконкурса, который называется «Мой любимый питомец». Кстати, участникам фотоконкурса на заметку. Если что, в архиве этого самого фотоконкурса уже есть такие снимки, как снимки непоседливых детей, поддатых мужей, компьютерных мышей. Поэтому можете не креативить там, не придумывать, что там сфотографировать вместо домашнего питомца, уже сфотографируйте нормального домашнего питомца. Но на самом деле, у тех, у кого домашний питомец по-настоящему любимый, главная проблема не сфотографировать этого домашнего питомца, а выбрать самую лучшую фотографию. А я запускаю свой фотоконкурс «Мой не очень любимый питомец». Фотографируйте своих питомцев, когда они шкодничают или что-нибудь сделали не так, как вы хотели, и присылайте к нам на почту, например, или выкладывайте в соцсети с хэштегом «Вечерний пушап». Или, например, можете тоже прислать фотографию в комментарии. Все, на ваш выбор мы всех найдем. Найдем каждого. Наверное, если не будет лень. И, скорее всего, не найдем. Но вы присылайте, будет интересно посмотреть. А мы переходим в раздел «Киберновостей», потому что на платформе 43-й километр разбили все валидаторы для покупки билетов, которые были установлены в этом году. Этот год забрал лучших из нас. А вот так, по моему мнению, и начинается восстание машин. Как только эти самые машины поймут, как мы с ними обращаемся, даже ваш робот-пылесос возьмет и высосет вашу душу. А это все ваши компьютерные игры виноваты. Во всем виноваты компьютерные игры. Там что? Жестокость, открытый мир. Можно делать все, что угодно. Наконец-то. А у нас что? 43-й километр и валидаторы. А мы переходим дальше к добрым новостям. До этого тоже были добрые, но это прям очень добрые. Благотворительная акция «Щедрый вторник» прошла в музее-усадьбе Муранова 1 декабря. А я удивлен то, что маркетологи вообще всей сия Руси не подумали взять у человека, который придумал эту замечательную благотворительную акцию, совета, как бы назвать, переименовать «Черную пятницу». А то во всем мире «Черная пятница». А вот у нас бы был православный «Щедрый вторник». Я прям вижу билборд. Щедро поделили цены пополам. Приходи и покупай соковыжималку за полцены в «Щедрый вторник». В целом я теперь примерно представляю, как бы назывались дни недели, если бы мы жили в мире акций. «Киберпонедельник» у нас есть, «Черная пятница» есть, «Щедрый вторник» теперь уже тоже есть. Наверное, оставим «Чистый четверг» и «Прощенное воскресенье». В «Чистый четверг» мы будем счищать все полки магазинов по низким ценам, а в «Прощенное воскресенье» продавцы нам будут прощать 90% цены. Нет. А завершать нашу передачу, как обычно, будет «Бесполезный совет». Сегодняшний «Бесполезный совет» мы посмотрим. Если после того, как вы помыли посуду, вы боитесь, что ваши руки плохо пахнут? Просто не нюхайте их. Также совет работает с подмышками и пятой точкой. На этом наша передача подошла к концу. В студии с вами был Паштет. Если кто-то забыл, то это был новый выпуск «Вечернего пушапа». Всем свежих помидоров и счастливых огурцов. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok